В России на полгода продлили запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции. О том, насколько для республики актуальна проблема отравления суррогатами, мы поговорим в программе главной новости прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Я хочу уточнить, что это именно тот запрет, который связан с массовым отравлением подобными суррогатами в Иркутске в конце 2016 года. Все верно. Вся эта эпопея началась с печальными известными событиями. Первое постановление о запретении спиртосодержащей продукции у нас было вынесено главным государственным врачом Российской Федерации. Оно называлось 195-й, а 23-го декабря вот с этого момента Роспотребнадзор ведет мониторинг и осуществляет надзор за реализацией непищевых спиртосодержащей продукции. Тогда в Иркутске буквально защита не скончалось более 70 человек от той самой настойки боярышника. Какой результат получен после того запрета? Насколько актуально продление его сейчас? Мы бы хотели понять, как изменились данные за этот период с декабря прошлого года? Если провести сравнение с момента начала нашей работы, например, в январе мы работали, даже новогодние праздники, внеплановые проверки. Нам помогало в этом население города, потому что при управлении Роспотребнадзора у нас действует горячая линия, так называемая. Жители нашего города, республики могут туда звонить, информировать о наличии продажи непищевой спиртосодержащей продукции, так называемой, фатфорики, настойки боярышника, лосьонов всяких. И вот за 9 месяцев у нас охват более 4000 торговых объектов мы охватили проверкой. И 1137 единиц мы нашли запрещенной продукции. Они все арестованы. Осуществлен запрет реализации их. Виновные лица привлечены к административной ответственности по КУАП, соответствующей статье. Если вначале мы выявляли реализацию этой продукции много, факты подтверждались каждый раз, то ближе к сентябрю у нас реализации такой все-таки редко. То есть индивидуальные предприниматели, юридические лица все-таки взяли на исполнение этого постановления. Этих постановлений, будем говорить, потому что они прокревались время от времени. Сначала 30 дней, потом 90, вот сейчас уже на 180 дней. То есть юридические лица реагируют адекватно, мне кажется. Но дело ведь касается теперь не только настойки боярышника. Спиртосодержащая непищевая продукция, это более обширная понятия. Расскажите, что там конкретно запрещено, по каким категориям товаров теперь есть запреты? Этим постановлением запрещено спиртосодержащие непищевые продукции, в том числе парфюмерно-косметической продукции, так называемой лосьонной, и бытовая химия для обработки там, и, ну вот, как бы для наружного применения. Настойки боярышники там всякие, лосьоны, да, они же все для наружного применения. За исключением парфюмерно-косметической продукции, более дорогие, да, и плюс укупорочные оборудованные пульверизаторы. И гелеобразные парфюмерно-косметические продукции, она тоже туда, вот сюда не входит. А что касается лекарственных средств или, допустим, средств для автомобилей, те же антифризы, которые тоже употребляются некоторыми лицами? По спиртосодержащей незамерзайке, у нас стеклоомывающей незамерзайке, так называемые, на них запрета нет, однако они при реализации тоже должны соответствовать определенным требованиям. То есть должны иметь юридические лица, которые реализуют эту продукцию, весь сопроводительный материал, то есть с начала производителя и до торговой точки. Должны быть регистрационные удостоверения, подвиждающие безопасность данной продукции. Поэтому и на этикетке должны быть все указанные соответствующие требования. Это у нас регламентируется едиными санитарными и эпидемиологическими требованиями. Но проблема-то здесь более глубокая. То есть даже если юрлицо продает качественный товар, который вы говорите, весь сертифицирован и со всеми обозначениями, при этом некоторые лица продолжают его употреблять. Мне кажется, человек, употребляющий стеклоомывающую жидкость, извините меня, это уже ненормальный, больной человек. Как раз-таки у нас есть голосование в группе ВКонтакте по теме нашей программы. Сегодня мы спрашивали наших пользователей в группе Татарстан24. Лично вам мешают продажи боярышника? Это как раз для понимания наших телезрителей, для чего мы делаем эту программу. Есть три варианта ответа. Да, страшно ходить по вечерам. Нет, мы не замечаем. И другое. И пока как раз-таки большинство проголосовавших, это 57%, считают, что нет, они не замечают ту самую продажу боярышника, и их это не касается. Так ли это на самом деле? Ну, они могут замечать в том случае, если эти точки реализации, будем говорить, да, вокруг образовывают свалки, так называемые бутылки, вот эти вот фанфортиков, да, плюс народ, применяющий эту продукцию, нарушает тишину, шумят. Значит, ну, в таких случаях, конечно, люди могут замечать. А так, в основном, они продают не в открытую, ведь эти точки, из-под тишка купил человек, ушел оттуда. Может быть, поэтому и не замечают как бы. Поэтому призываем наших телезрителей тоже голосовать, звонить в нашу программу. Мы еще мешаем Ливану лично продаже боярышника, этих самых фанфориков, как вы говорите. Так называемые. Да, ну, и проблема-то еще в том, что достаточно много денежных средств мы тратим на лечение данных лиц. Вот у нас здесь данные на апрель 2017-го. Более 1 миллиарда рублей ежегодно уходят на лечение людей, именно тех, кто отравился суррогатными веществами. Достаточно большая цифра. Как-то изменится вот эта цифра в результате этого запрета? И почему именно на полгода? Ну, потому что, видите, сначала запрещали на 30 дней, да, начиная с декабря, а потом продлили на 60, потом на 90. То есть все равно употребление продолжается. Поэтому в целях профилактики заболеваемости, в целях экономии бюджетных средств, так называемых, да, все равно же люди, если отравляются, они поступают в больницы. На них действительно тратятся большие средства, финансы. И человек употребил, то при этом он ведь не только отравление. Сердечно создаются заболевания, онкология, все может быть, печень, заболевания печени. В целом системно надо лечить, поэтому такие финансовые затраты, видимо. Ну, тогда этот самый запрет начался в результате массового отравления в Иркутске, 75 человек тогда скончалось, опыт употребления на стойке боярышника. Насколько острая проблема стояла у нас в регионе? У нас в регионе таких случаев не было. Но реализацию, я же говорю, мы обнаруживали. Но таких массовых отравлений у нас не было. Но есть случаи немассовые, значит, несколько. Но смертельных случаев у нас в республике пока, по-моему, не регистрированы еще. Ну и вот их обнаружение сейчас продолжается в данных средствах? Обнаружение продолжается. Розничная торговля, да. Как это сейчас обстоит? На сколько статистика меняется? Ну, например, у нас в Нижнекамске обнаруживали, в Заинске обнаруживали, точки реализовывают. Вся работа, которая необходима в реализации этой постановления, Роспотребнадзор все осуществляет, запрещает реализацию ответственных нарушающих данное постановление, знаете, привлекает к административной мере наказания. И, значит, в дальнейшем тоже ведется постоянный контроль. Ну, тогда логичный вопрос. Если при всех этих суровых запретах может быть недостаточно меры наказания серьезные для тех, кто реализует. Как вот с этим делом стоит? Ну, меры наказания у нас определенные. Единственный такой документ, будем говорить, да. Кодекс об административных правонушениях Российской Федерации, который включает в себя, в том числе, нарушение, наказание за нарушение указанных действий, постановлений, санитарных норм и правил. То все определено. Поэтому мы в соответствии с этим кодексом об административных правонарушениях работаем. Касается ли данный запрет спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов? Ну, оно касается ароматизаторов, добавок, если только содержание спирта в них более 28%. И объем, естественно, значит, минимум 250 миллилитров. То есть получается, что содержание спирта в процентном соотношении менее 28% не опасно для человека? Он более опасен. И народ ведь тоже разбавляет при употреблении. Поэтому, видимо, вот эта граница 28% и определено. Во время как раз тех случаев, когда случаи стали летальными, в основном в данных препаратах содержался вместо этилового спирта метанол. Метанол, метиловый спирт. Да, или метиловый спирт, как его еще называют. Насколько он опасен для человека? И опасен только при употреблении вовнутрь? Или при соприкосновении также есть какие-то побочные эффекты? Метанол, если в большом проценте, он может быть даже кожное проявление. Но при употреблении вовнутрь, в первую очередь, на нервную систему действует и на зрение. Человек может запросто ослепнуть. То есть он выпил с вечера, лег, утром проснулся. Но только при употреблении вовнутрь, то есть при соприкосновении никакого вреда у человека нет. Такие нарушения, значит, печени, желудочно-кишечный тракт и слепота зрения. У нас есть первый дозвонившийся телезритель, который готов задать свой вопрос. Итак, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, говорите. Алло, алло, я с города Лениногорска звоню. Здравствуйте. Говорите, я с города Лениногорска насчет боярышников. Вообще нельзя продавать эти боярышники. Молодежь пьет, и средний, и возраст молодой. А какое поколение после них родится? Они же все больные будут. Надо запретить. Да, спасибо большое. Это, кстати, очень расхожее мнение. Можно ли, в принципе, запретить продажу конкретной вот этой настойки? Ну, вот это спиртосодержащий не пищевой. Вот боярышник настойка, он в этом печени есть, он как раз в это попадает. Конечно, он запрещено. Запрещено, конечно. Людям тоже надо думать о своем здоровье, тоже не употреблять. Родители за детьми контролировали, чтобы постоянно надзор. Ну, то есть, получается, сама настойка запрещена, но ничто не мешает сделать какой-то суррогат на основе данного препарата. Люди могут, наш народ очень мудрый. Все, что угодно могут придумать. Как с этим быть? Потому что цена на алкоголь периодически растет. Сейчас, не ошибаюсь, минимальная цена на бутылку водки объем 0,5 уже 205 рублей. Здесь эти препараты теперь будут запрещены. В любом случае, этот контингент так просто не откажется от употребления данных препаратов. Когда еще будут развиваться события, как вы предполагаете? Ну, вот эти запреты, они именно целью профилактики заболевания населения нашего Российской Федерации. Но в то же время, есть определенный контингент, естественно, оно употребляет, исходя из цены, стоимости. Потому что, смотрите, в этом постановлении, вот последнем, в июльском, там есть расчет. Если, допустим, 60% спирт, спиртосодержащий непищевой продукции, продается, и объем у него 200 мл, ну, так условно будем говорить, да, то его, видите, разбавляют. И при этом стоимость у него, может быть, не ниже получается в целом. Иногда юридические лица, частные предприниматели ставят заведомо высшую стоимость. Допустим, 300 рублей ставят, а фактически продают за 30. То там нам иногда нужно рассчитывать стоимость вот ниже водки, да. Поэтому там есть определенные формы, по этой формуле иногда мы рассчитываем, устанавливаем, входит он в этот перечень запрещаемой продукции или не входит. С января по октябрь того года за этот период в России от отравления алкоголем по всей России скончалось почти 7 тысяч человек. Как эта ситуация и статистика, если ее проецировать на нашу республику? И если не скончались, то, по крайней мере, отравлений достаточно частое количество. Ну, отравление регистрируется, но не часто. Я бы сказала, не часто у нас в республике, слава Господи народу, у нас более грамотные, видимо, и более беспокоятся о своем здоровье, но случаи регистрируются. Но смертельных случаев на сегодня я, например, не слышала. Просто для чего я задаю вопрос, впереди нас ждут через буквально пару месяцев новогодние праздники, и в этот момент продажа алкоголя, естественно, в этот момент подрастает. Как быть, чтобы как раз-таки контрафакт не появлялся у нас на прилавках, и чтобы в этот период употребление вот этих суррогатных препаратов также снизить до минимума? Ну, поэтому Роспотребнадзор ежедневно, еженедельно ведет мониторинг, осуществляет контроль и принимает обращения граждан, звонки. И у нас действуют горячие линии, как я сказала. В сайт Роспотребнадзора можно зайти, передавать информацию. По этим информациям мы работаем постоянно. Ну, и есть еще отдельный запрет у нас, это закрытие рюмочных и тех самых наливаек во дворах, когда вход выходит именно во двор жилого дома. Данный запрет уже действует. Закрыты более нескольких сотен таких рюмочных у нас по городу. Как это положительно или никак не сказалось на как раз-таки данной статистике? Потому что в данных так называемых барах продавались в том числе и настойки баярошника. Вот смотрите, я специалист по коммунальной гигиене. В данном случае в этой области у нас напрямую работает отдел гигиенопитания. Поэтому вам конкретно цифры я не могу сказать. Но вот размещение таких рюмочных, так называемых, в жилых домах и с выходом во двор, или на первых этажах, оно, конечно, влияет для такого контингента определенного, которые пошли 100 грамм, 150 грамм, выпили и все. Поэтому я одобряю эти меры тоже, закрытие. И потом ведь у нас нормируется, допустим, реализация спиртсодержащей продукции на определенном расстоянии от школ, от детских дошкольных учреждений, от вузов, например. Это ведь не зря разработаны эти мероприятия с запретой. И как раз подытоживая нашу программу, хотелось бы более конкретно проговорить про тот контингент, который употребляет данные настойки. Потому что если анализировать ту ситуацию, которая была в Иркутске, и 75 человек, которые тогда скончали, всего лишь парочку из них были лицами без определенного места жительства. Среди тех, кто скончался, были люди и с работой, и с семьей. То есть это не были люди бездомные или бомжи. Вот здесь в данном случае понятно, что продавать нельзя. А что делать с теми, кто все-таки употребляет? Как здесь вести работу? Вести пропаганду в средствах массовой информации, по телевидению, как говорится. Поэтому, может быть, хоть кому-то дойдет, что нельзя употребить. И надо беречь свое здоровье. Никто будет беспокоиться о твоем здоровье, кроме как ты сам. Да, но просто если говорить про этих лиц, то есть вы как-то консигенты для себя определяете. Потому что с кем работать? Ну, по-своему определенный такой, да. Поэтому. Ну, тогда заканчивая нашу программу, давайте еще раз проговорим, чтобы наши зрители понимали, о чем мы говорили. Все-таки на что введен зампред, до какого числа, и что теперь нельзя будет приобрести? Если взять с октября месяца на 180 дней, это получается включительно апрель, получается, и в том числе он охватывает и новогодние праздники. Запрещено спиртосодержащие, не пищевая продукция. Это лосьоны, тоники, настойки типа боярышника, многих наименований этих настоек. Парфюмерно-космические продукции, которые тоже тоники, лосьоны, да, они же тоже входят в этот перечень. Сюда не входят вот только парфюмерно-косметические, более дорогие и укупорченные средства, которые имеют. И сюда не входит стеклоомывающие жидкости. Хотя это не говорит о том, что они не запрещены. Они ведь тоже спиртосодержащие. Там не должен быть метиловый спирт, не более 0,05%. Но при анализах, при отборах продукции иногда выявляем превышение этой концентрации. При этом тот список, который вы перечислили, позволю дополнить себе, крепость спирта должна быть более 28% от общего объема. Не ниже. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое за участие в нашей беседе сегодня. В студии у нас была Афаньяша Айдулина, главный специалист и эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по республике Тарстан. Будем следить, как будут развиваться события далее. На этом мы попрощаемся с нашими телезрителями. Это была программа главной новости. В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»